ну вот смотрите случилось что-то невероятное, я помыл машину, вот так я здесь коврики сушил окончательно, не только сухими кладу их в машину, так здесь опарыш и червяк, ну червяк, вы в принципе в комментариях правильно пишите, воды не надо добавлять, не, я не в плане того, что я туда залил полную, чуть-чуть просто смочил, потому что перегной, который я сюда положил свежий, он был абсолютно сухой, как песок в сахаре, чуть-чуть смочил, чтобы определенный микреклимат был, а вот опарыш-то походу еще лазают, да, я неправильно его храню, согласен, нужно его в такую колбочку, да, чуть-чуть опилками и в холодильник, ну думаю жена не поймет, что-то они, блин, какие-то сонные что ли, ладно, проведем, так скажем, эксперимент, запах от них ужасный, конечно, так, все, едем в гараж, чем будем сегодня заниматься, мы машину помыли, скоро зима, в общем, в гараж приеду, там покажу, чем будем заниматься, про это дело тоже расскажу, так, ну, чем сегодня займемся, учитывая то, что случилось невероятно, я помыл машину, кстати, хорошо под давлением, вот тут вот все резинки прошелся, чтобы по максимуму грязь здесь под них извлечь, ну, не факт, конечно, что что-то там сильно извлеклось, потому что резина, она есть резина, хорошо, да, я засветился в окне, ну, ладно, бог с ним, посмотрите на мою седую голову, так, что я буду сегодня делать, надо машину, коли вот такие вот последние погожие деньки, машину надо уже как бы потихоньку готовить к зиме, значит, правый коврик, кто сидит за каналом, я проверил, пассажирский, под ним все сухо, сегодня вот этот вот коврик достану, посмотрю, прополисошу, если там сухо, все обратно сегодня же положу, видите, вот вода все-таки есть, ну, это я вот когда порог промывал, набрызгала от керхера, вода под давлением, под каждую вот эту резинку, резинки здесь полностью везде, загоним сегодня силиконовую смазку, вот такую вот дешманскую, светофора, стоит что-то на фигню там 150 рублей, а вот такую вот смазку, как же она, многоцелевая, чуть-чуть-чуть-чуть, я вот сюда обычно вгоняю, чтобы вот эти вот тренажные отверстия просто пропитались маслом, потому что это вот на зиму, это основной очаг коррозии, ну, сюда, естественно, только немного, совсем чуть-чуть, чтобы она здесь у вас на кузов не вылазила, вот это надо дело сделать, кстати, еще смотрите, проблема, какие по кузову пошли, не знаю, здесь видно будет, не видно, вот, вот, видите, рыжик, вот он, сегодня его надо будет зачистить, и вот именно в этом месте таких рыжиков я уже дофига обнаружил, вот здесь где-то были, здесь, но я уже их обработал, литолом подкрасил и литолом сверху замазал, видите, да, старый, вот это вот такая вот пакость, вот именно в этом месте, ну, что, автоваз есть автоваз, он еще один, блин, не фокусируется, ну, короче, два рыжика вот этих надо обработать, так что смотрите вот за этим делом, вот за этими скрытыми местами, может где-то здесь тоже, ну, что-то здесь плохо промыл, сюда тоже, кстати, надо тоже смазочку загнать, сейчас протеру здесь хорошенечко и тоже обработаю вот эти вот отбойники резиновые, надо тоже туда литола забить немного, смотрите еще ситуация какая, вчера же был на рыбалке, да, в кавычках, дорога отвратительная, кузов играл конкретно, колеса задние, прям полностью в арку заходили, естественно, кузов играет, и вот эти вот места трутся, видите, здесь обработано, блин, вот здесь вот все обработано, конечно, прозрачным, в кавычках, американским антиигравием, я каждый год это делаю, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, это что-то новое, так, тем не менее, вот это все дело уже потрескалось однозначно после вчерашней поездки, я просто беру вот такой вот литол есть, Газпром нефть, просто заморачиваюсь, можно, конечно, пусалом, да как вам чем угодно, ну, чем-то надо жирным, и вот так вот аккуратненько сегодня обработаю, пускай не эстетично, зато практично, за это дело я буду спокоен, я это решил делать после каждой автомойки, после каждой, и вам советую. Спереди у нас что, спереди, так, силикон просто, там есть у меня, не резиновый, а пластиковый, пластиковые такие инструменты, да, которые вот заглушки отдирать и так далее, резиночку отгибаете, пипочка там есть в силиконовой смазке, и потихонечку загоняете, и смотрите, чтобы тут везде все разошлось. И вообще, я вообще рекомендую вот эти вот все изделия, вот, после мойки их все-таки, конечно, обрабатывать. Капот поднимем, вот здесь резинку обработаем, вот здесь вот под антенной, все это надо сделать, машину надо уже готовить к зиме. Вот, как-то так, показывать я вам это не буду, в принципе, тут ничего сложного нету, я просто как совет, просто как совет, вам рекомендую это сделать. Так, ну сейчас, наверное, начнем с самого сложного, или наоборот, с самого легкого, потому что вот там вот, у нас, возможно, дождик, да, я сейчас сначала вот эти резинки обработаю, а потом достану вот этот коврик. Моята, конечно, но это сделать надо обязательно, вот прямо обязательно надо делать. Посмотрим, как у нас там дела обстоят. Так, все, давайте, хватит базарить, надо начинать работу и работать. Да, еще совсем забыл вам сказать, вот, ну, кто из братства Невоводов, да, то действительно брат нам Неву Ярика обязательно смотрят, и он, кстати, там очень умно показывал, как он устанавливает подкрылки пластиковые. Вот я полностью с ним согласен, вот то фетровое фуфло, которое автоваз, блин, ну это надо быть, ну, супер-мега мозгом, чтобы такие вот подкрылки поставить, конечно. Вот у меня Peugeot 408, там стоят пластиковые подкрылки. И они тоже, кстати, сделаны с ошибкой, потому что вот эту вот площадь арки, вот эту вот, они там тоже не закрывают. Но там именно пластиковые, никакие не фетровые. И вся внутренность арок, она, сколько машине? Я ее в 17-м году купил. Уже 7 лет, 8-й год, и там нет никакой коррозии. Ну, там, правда, кузов оцинкованный. Но, тем не менее, вот именно вот эти подкрылки, вот эта вещь. Значит, единственное, что, если кому-то, прежде всего, важна практичность, а не эстетичность, я рекомендую установить еще вот такие вот девятошные боковые вот такие вот брызговики. Стоят фигню вообще на Озоне что-то рублей 200-250, и они четко подходят вообще, четко. Прям под, смотрите, видите, все четко подходит. Также саморезы выкручиваете и его устанавливаете. Тут еще такие железные крепления внутри есть, но их, естественно, убираете, они не нужны. Ярослав еще молодец, у него четко там подогнано. Аж целых 11 саморезов он гоняет полностью по кругу. Вот у меня не так, конечно, эстетично все это сделано. Я тоже могу саморез сейчас сюда вогнать. Блин, честно, если честно, жалко. Да, сюда грязь попадает. Самое главное не то, что сюда грязь попадает, а то, что здесь не наносится удары мелкими камнями. Краска не отбивается и коррозии не происходит. Ну и тут хоть чуть-чуть, тут у меня какое-то проветривание. У Ярослава тут все как бы плотно. Грязь туда будет попадать в любом случае. Хоть как вы плотно сделаете, она все равно будет попадать. Ну, я вот так вот решил, чтобы чуть-чуть оставлять, чтобы вода стекала и при мойке, чтобы грязь оттуда выбивала. Ну да, согласен, не очень красиво, но я такого мнения. Я 11 саморезов не выгонял, тут максимум у меня штук 5. Что еще, что еще по подкрылкам? Да, кстати, вот эти вот места в нивах. У меня на предыдущей ниве были проблемы вот здесь вот. Здесь я очень хорошо все антигравием с гудроном обрабатывал. И каждый раз после мойки я здесь литолом тоже обрабатываю. Здесь у меня, видите, уже какая-то даже определенная корка. На той ниве у меня вот эти места все сгнили. Буквально за три года. Сейчас, я надеюсь, ошибок больше я допускать не буду. Еще, с чем я не согласен. Ярослав, у нас одинаковые подкрылки, вот один в один практически. Он вот в этих вот местах, вот видите, как у меня. Вот видите, я тоже сделал вырез под клапан спуска воды, вот с крыла с этого дела. Вот я сделал большую ошибку, и он тоже эту ошибку сделал. Сейчас многие из вас говорят, ох, нифига ты машину помогли, здесь я. Да, блин, просто вот денег жалко тратить вот на это дело, понимаете. Мойка у нас очень дорогая, время идет быстро. И тратьте, она сама вот это отпадет. Главное, чтобы кузов был чистый. Вот это я вам делать, вырезать не рекомендую, потому что клапан вот такой вот грязью очень хорошо забивается. Да, базаров нету. Вода, она и так будет стекать. Здесь полно места, просто полно места. Вот это я вам не рекомендую вырезать. Просто, если вы клапан хотите прочистить, да, пускай будет не очень удобно. Вот при вырезанном, да, палец засунул там в перчатки, влитоли. Чик-чик прочистил, да, как бабе. Ну, типа того же, да. Просто здесь ничего не вырезайте, чтобы грязью не забивалось. Просто вот так вот его отогнули, палец засунули и прочистили. А вода будет стекаться, можете стекать, можете как бы за это дело не беспокоиться. Вот и все. В общем, еще раз говорю, здесь ничего не надо вырезать. Так, ну, вот этот брызговик тоже не очень эстетично, но очень практично. Здесь я тоже антиграммин все обрабатывал, тоже не очень красиво все. Ну, мужики, ну, эта машина, это, блин, не на деловые встречи ездить, понимаете. Эта машина, блин, для того, чтобы лазить по ней, по говнищу, по лесам, по болотам. Вот она для чего предназначена. Дальше вот так вот, я вот так вот рекомендую. А вот это вот брызговики, вот с парка, с парка, да, я просто их перевернул. Они такие достаточно жесткие. Видите, у меня машин не два года, ни одного скола в этом месте нет. Здесь тоже нет. Вот этот вот порог тоже устанавливаете прямо на новой машине. Он, кстати, защищает очень хорошо. Ну и, соответственно, вот этот вот девятошний брызговик. Он даже выглядит и эстетично, и практично. Опять же, я его не очень хорошо промыл, потому что, говорю, времени жалко и денег тоже. Так, смотрите, я здесь уже все здесь обезжирил, все здесь убрал. И вот здесь вот уже я все подмазал красочкой, помадкой. Блин, тут запачкал, немного, надо сейчас стереть. И потом я литольчиком все-таки здесь пройдусь. Вот такие. И там прямо видно, что какой-то мусор попал, когда красили машину, мусор какой-то там попал, такая пылинка такая, ну конкретная. И вот в этом месте начал ржаветь. Вот такой у нас автоваз, вот такое качество производимых работ. Ага, опять себя спалил. Тин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин. Тут тоже антигравий американский загонял, видите, он уже начал облупляться. И вот видите, здесь даже уже трещина пошла. Ну, здесь герметик, тут ничего страшного не произойдет. Пока что за кузовом в Ниве надо следить обязательно. Не будете следить. Два года, вот два года она вся рыжиками покроется. Особенно вот нижняя часть арок вот здесь вот. Вот это все сразу. Вот здесь вот у вас спучится. Надо обязательно смотреть. Так, стержни работают. Все замечательно. Все, ладно, смотрите, погода портится. Все, мне надо успеть все сейчас сделать. Ну, все, смазал. Забыл только вот швы литолом обработать. Но еще надо, конечно, протереть. Блин, и пошел дождь. Ну, это всегда так, да, закон подлости. Как только помоем машину, значит пойдет дождь. Кстати, проверил вот здесь вот. Вот здесь вот резины и клапаны, они все чистые, все нормально. После мойки воды нету. Но тут, смотрите, тут есть одно но. Вот этот вот нижний карман заднего крыла, который вот этот, да, он внутри таким ребром жесткости разделен. И клапан вот этот резиновый, он действует, ну, как действует, работает только на правую сторону от этого ребра жесткости. И если вода у вас попадает на левую сторону от ребра, то там вода будет стоять, ей деваться просто некуда. Поэтому нужно багажник поднимать, ну, заднюю дверь, крышку отгибать и там смотреть, что у вас внутри там творится. Вот начинающие дневоводы смотрите за этим делом. Потому что можете прошляпить, и вы об этом узнаете только тогда, когда уже запах пойдет в салон. На старой ниве, кстати, я просверлил мелким сверлом небольшого диаметра. Там еще дополнительный слив. Обработал там все этим мовилью. И все, и вода там выходила у меня хорошо. То есть через клапан вода выходила и через это еще отверстие. Многие из вас сказали, вот зачем ты силиконом обрабатываешь, там, смазкой и тому подобное. Грязь набьется там на них. Надо там мовилью обрабатывать и так далее и тому подобное. Да я согласен, можно и так, конечно, обрабатывать. Можно гудрон-то у вас заделать. Но мовиль, имейте в виду, он только вот сновья хороший такой. Такой жирненький, да, склизкий такой. А по факту-то он потом грязью-то забивается, он просто застывает. И все, он перестает работать. То, что под ним, да, находится, он защищает. Я поэтому и говорю, что каждый сезон вот эти резинки надо смазывать внутри. Вот сейчас вот прошелся. Грязи, конечно, там повыгребал. Ну, хватает, попадается, но... А вообще, конечно, это вот каменный век. Честно, вот эти вот резинки. Это, с одной стороны, хорошо, когда кузов ходит, резинка как бы тоже работает. И желательно, чтобы она работала, а не на сухую. Она же тоже ходит. Вот когда вот по бездорожью вы ездите. Я вот не знаю, вот если вклеить в Ниву стекла, выдержат ли они такие нагрузки? Я думаю, наверное, нет, это не у вас. Здесь рамы нету. Здесь при вывешивании кузов конкретно... Что даже заднюю дверь можно не открыть. Поэтому все-таки вот надо с резинками. И смотрите, когда основья окна тонируете на машине, вот у меня здесь, да, задняя полусфера затонирована, пока тонировщики занимались стеклами, я просто пошел, летал, купил в магазине, и все арки вот эти промазаны. И они уже стекла вставляли, уже промазаны. Смотрите, особенно вот здесь, вот здесь, вот снизу, вот тут вот ржавеет. Есть такое дело. И на новых Нивах, и вот на старых, вот это болезненно. Есть такое дело. Так что вот еще раз вам повторяю, за кузовом Нивы надо следить. И следить, блин, чуть ли не ежедневно. Вы пустите момент, все, поедете, блин, на кузовной ремонт. Все надо всегда смазывать в Нивах. К сожалению, вот так вот. Но учитывая условия эксплуатации, в которых машина эксплуатируется, при постоянном скручивании кузова, ну, куда деваться. Зато вы получаете комфортное бездорожье, да, в кавычках. Вы можете приехать туда, куда вы хотите. Нива будет ехать, пока на мосты не сядете. А если даже и сядете, достаете домкрат, поднимаете, и все нормально. И дальше едете. С УАЗом, там, с Митсубиси Паджеро, там, ну, с более тяжелыми машинами. Это будет достаточно проблематично. Вот Сузуки Джимни еще, вот, японцы не зря у нас все-таки эту идею утащили. Тут я признаю, японцы не были первооткрывателями в плане вот таких вот кроссоверов по бездорожью. Мало того, что они эту идею утащили, они еще на Джимника и раму добавили. Там она небольшая, но там рама. Ну, там больше, наверное, я так думаю, для безопасности. Потому что машинка большая, и при хорошем-то ДТП кузов просто не выдержит. Вот если на ней попасть ДТП, не дай бог. Конечно, много там есть комментариев в интернете по данному поводу, что вот я попадал там чуть ли не с КамАЗом, а в плане-то безопасности, я вот скажу откровенно, мне страшно не ездить. Просто страшно. Одно дело, ты, допустим, на Лексусе едешь на 570-м, на 460-м. Да, там, как бы, уверенность в этой машине. А вот насчет Нивы, вот не дай бог на ней в ДТП попасть, серьезная. Подушка есть тут безопасности, но она только боковая, и она здесь сделана для того, чтобы глонасс сработал. Ну, в экстренном смысле помощи. А вот передний, почему здесь передний не стоит? Я не знаю, почему не стоит здесь. Подушку безопасности. Ну, первое, вообще, вывод, это, конечно, что Автовазу плевать на своих клиентов, это понятно. Хотя, я не знаю, может быть, блин, я не знаю. Я просто не знаю. Да, и еще, Ярослав тут мне комментарий хороший только написал, там, благодарит за поддержку. Да, Ярик, да не вопрос, конечно. В плане того, что он все-таки думает, что этот брак был на заводе. Что, ну, он правильно обосновывает, что машина не подверглась, там, 80-90 скорости у машины не было, и поэтому не заметили эти ситуации. Там гоняют только несколько километров на Автовазе. Да, да, это так, действительно. Но вы не забывайте, что машина до того, как выйти на полигон для испытания, она еще испытывается на стенде. Постудируем, интернет посмотрите. Когда машину загоняют, то есть с выключенным двигателем гоняют подвеску. И там скорости достаточно большие. А потом машину снова осматривают. Я могу ошибаться, Ярослав, я не знаю. Но мне кажется, что все-таки, да, тебе нормальную машину. Но это так называемый скрытый брак. Они просто это, ну, не увидели. Вот и все. Думаю, что в автосалоне она стояла без этой трещины. А тут она вот конкретно уже машина поездила, там, да, практически 2000 километров, и вот это выявилось. Да и слава богу, что она на ранних стадиях. Ладно, погода испортилась, машину помыл. Сейчас поеду, она опять сейчас все будет грязная. Даже вот смысл протирать ее сейчас нет. Хотя вот вода такая дождевая, она мягкая, да, вот машину протируешь, она так блестит. Кстати, кузов на мойке обязательно воском обрабатывайте. Тоже, да, это нужно делать обязательно. Все, ладно, всем удачи, всем пока. И я вам не желаю вот такого вот мирного неба над головой. Все, пока.